И всем привет ребят, с вами Сорванки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами будем тестировать новые вышедшие устройства из аркады, на мой основной аккаунт мне удалось получить пусковую установку Торнадо, будем тестировать это устройство, это устройство работает очень хорошо на больших картах, в своем залпе имеет 16 целых ракет, ну и попробуем реализовать это устройство, посмотрим насколько хорошо оно будет себя показывать в рамках матчмейкинга. Возьмем его сразу, я думаю, что на Арейсе, как корпус, который самый такой массивный, может выжить и потушить контентного урона, ну и постараемся запикаться, как я уже сказал, на большую карту, там где попробуем реализовать это устройство. Если вы хотели бы видеть как можно скорее обзоры всех устройств с аркады и не только, то обязательно поддержите данное видос лайком, ну и конечно не забывайте подписываться на этот замечательный канал, дабы мы потихонечку набирали наши контентовые оборотики. Ну а я тем временем пикую быстрый бой, если меня сейчас закидывает на небольшую карту, то мы быстро ставим данный видеоролик на паузу, так как нам с этим устройством нужно попасть на карту как можно больших размеров, чтобы реализация этого устройства была максимальная. Так как нам нужно сводиться и нам нужно неплохо накидывать урончик, но нас закидывает наверное не на самую лучшую карту, это оса, ну давайте попробуем, не знаю, посмотрим что из этого получится. Первая сводка полетела, ну и смотрим, ой-ой-ой, как долго эти залпы летят и что у нас по урону? По урону, ну как-то маловато, если честно, маловато залетело. Посмотрим, что у нас вообще по расстоянию, летит ли здесь расстояние хорошее, либо же здесь расстояния большого нету. Нет, даже с таким, даже с таким расстоянием залетела у нас сводочка с этого замечательного Скорпиона. Так, что у нас по перезарядкам, давайте попробуем здесь такую дистанцию, посмотрим в такую дистанцию залетает, ух ты, даже в такую дистанцию залетает, если нет стенок, 16 выстрелов Скорпиона, нифига себе. Ну, интересно, 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 перезарядка довольно быстрая у сводки, поэтому если тянуть противника на дистанцию, то можно на постоянной основе делать эти замечательные сводки. Поэтому в нашем случае лучше всего занимать какую-то вот такую вот интересную позицию, ну и просто стоять, накидывать урончик со сводочек, ну и попутно еще можно добавлять обычные выстрелы. С 16 сводок у нас железно будет фраг и дополнительно можно еще что-то, что-то здесь накидать. Так, по гауссу сводочку даем, переключаемся на ддшку, блин, эти 16 ракет аж так долго ждать нужно, пока они только вылетят. Так, ну и у нас все, к сожалению, залетает не в цели, но сводки пока одна летит, следующая уже, грубо говоря, может очень быстро сводиться. Немножко неожиданно, непривычно, я в принципе давно уже не играл на Скорпионе, тем более с такими всякими интересными устройствами, но здесь с такой сводкой можно очень быстро уничтожать как раз-таки именно тяжелые танки, у которых большое количество хп, и при этом еще и сплэш урон есть у этого Скорпиона. Еще и со сплэш урона можно тоже сверху докидывать урончик. Вот так вот, значит, да? Ну здесь, конечно, в моменте и по тычкам можно давать урон довольно большой, но тот факт, что ракет так много, это значит, что мы 100% можем ваншотнуть танк, да? Вне зависимости от того, что у него там будет рез, не рез. Если все выстрелы попасть, то ваншотик будет у нас залетать. Но это, ну такое, знаете, более стоячее устройство. Я все-таки, если играю на Скорпионе, я привык, как раньше, как на Рои играли, да? То есть где-то в движении накидочку демонстрировать, и поэтому мне лично, ну немножечко непривычно, да, там стоять и просто сдалека пытаться кидать урон. Это устройство, я думаю, что было бы очень неплохо в работе, например, с каким-нибудь кемпером, да? И я думаю, что если вам было бы это интересно, то мы могли бы в дальнейшем это дело протестировать и попробовать реализовать кемпера с этим устройством. Поэтому напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Был бы интересен вам этот обзор, если да, то я постараюсь его в ближайшее время реализовать. Ну а так, конечно, здесь жестко летит, летит жестко, да, это 100%. Что касаемо сводки, здесь вопросов никаких нету. Мне даже, если честно, немножечко надоедает ждать, пока эти 16 ракет вылетят. Ну и с перезарядкой тоже здесь проблем никаких нету, поэтому можно постоянно делать накидочку по противнику со сводки. Главное, конечно, чтобы не стрелял, как вот сейчас, в типов, которые стоят под укрытиями. Тогда просто мой урон будет залетать в никуда, к сожалению. Ну а так, в целом, наверное, сводка рабочая, да? И можно накидывать с нее очень хорошее количество урона. Я здесь по большей части уже просто тестирую устройство и проверяю, да, как работает эта накидка, потому что, ну, по сути, такие танки можно было бы даже и давать одиночные выстрелы с ваншотами без дополнительной сводки. Ничего себе, что за подлаги у нас какие-то? Ничего себе, у меня сейчас подлагнуло. Не кисло. Поэтому здесь, здесь мне еще очень важно посмотреть, что у нас с расстоянием. О, нифига себе, хорошее расстояние. И то, что сплэш есть, самое главное, это значит, что в какой-нибудь осаде это бы устройство могло бы смотреться очень интересно и неплохо. Так, фулл сводка полетела. Сейчас посмотрим, ушел я на респ. О, даже я ушел на респ по 250 с каждой ракеты. Это получается у нас с 4000, 3000 урона, короче, залетает, даже если вы улетаете на респ. То есть 3000 это довольно хороший урон. Ну и по дальности здесь тоже проблем никаких нету. Даже через дом залетела сейчас фулл сводочка. В целом интересно, но на Скорпион уже и так столько много устройств. Посмотрим, как покажут все еще новые устройства. Там есть еще копье. И есть у нас еще Скорпион с пульсаром. Поэтому будет интересно посмотреть и за этими устройствами, как они себя покажут, как они себя проявят. Насколько интересно будут они работать. Ну и насколько они будут вообще, в принципе, актуальны в рамках нашего матчмейкинга. Катку мы, к сожалению, пока что проигрываем. 19 киллов у меня уже есть. Но эта карта, наверное, не супер жестко подходит для этого Скорпиона. Я бы сказал бы, что, например, на том же шоссе, мне кажется, что это устройство бы смотрелось бы куда жестче и куда интереснее. На мой личный взгляд. На шоссе можно было бы жесткую движуху дать. Ну и самое главное, чтобы рядом противники стояли. То есть, когда противники будут стоять рядом, например, будет стоять 2-3 танка в той же осаде, да, рядышком. Либо в какой-нибудь шоссе в дефе, да, там типы будут стоять в одной зоне. То ваша реализация этого устройства будет явно лучше, чем реализация, когда вы стреляете тупо по одному танку, который стоит на какой-то возвышенности, рядом с ним никого нет. Ну а так, в принципе, жестко, жестко. 16 выстрелов в такую сводку, в такую котлету залетает. И, в принципе, с таким уроном имеет смысл быть этот Скорпион, но только лишь на большой дистанции. В моем понимании, это устройство будет работать, и оно будет прям супер актуально. Если играть с ним в упоре, то от него, конечно же, никакого смысла у нас не будет. А так, 16 ракет 100% уносит танк противника, даже если у него там есть аптечка, даже у него там, если есть еще дополнительные какие-то там возможности спасатели, равно он будет улетать на респаун. Так, мы даем Шареллу, пробуем вылеталову делать. Нет, к сожалению, меня все равно здесь сливают. 550 очков, и еще 7 минут до конца, по идее, до 1000 можно здесь попробовать долететь. Ну и дополнительно, хотелось бы, конечно, еще и хаточку-то выиграть. А у нас водка летит, я тычку аркадным выстрелом давать, к сожалению, не могу. Так, сбросил по тому танку, который уничтожили уже. Здесь так интересно работает с расстоянием, да, и вроде как из средней дистанции уничтожает противника, да. И вроде как... И вроде как на большом расстоянии оно все идеально так летит. Да, единственное, только вот эти всякие стенки, ограды и прочее. И плюс, и плюс, и плюс, нужно понимать, что Скорпион это резистов тоже в матчмейкинге будет супер много. Это, ну, наверное, не та пушка, как, например, тот же Страйкер, от которого сейчас в матчмейкинге особо никто реза не берет от Скорпиона. И так резистов было немало. А с выходом вот этих вот замечательных устройств, то мне кажется, что этих резистов еще будет в раза два больше. Поэтому посмотрим, как это все проявит себя. Ну, это... Это личное устройство чисто на дальности. Вот копье, копье, копье. Я думаю, что мы затестируем следующим же уже обзорчиком. И посмотрим, как оно себя проявит. Как копье себя проявит, мне лично очень было бы интересно посмотреть. Потому что там в залпе у нас всего лишь четыре ракеты. Но там они должны быть какие-то моментальные, с чуть ли не моментальной перезарядкой. Так, вот давайте проверим. Маленькая дистанция залетает. Да, даже с такой дистанции залетает. О-о-о. Не, ну если с такой дистанции будет залетать каждый... Каждая сводка, то это, конечно, нормальная темка. Здесь, конечно, только один этот звук. Трин-трин-трин-трин туда-сюда. Залеталого. Ну и плюс сплэш еще. Есть контентовый. Грубо, вообще на этом устройстве можно постоянными сводками играть. Как вы, например, на Гауссе сводками играете. Так же само можно и тут с этим устройством играть сводками. Только единственное, давайте сводки по тяжелым танкам. Да, не по легким. Потому что по легким, если вы будете давать, то смысла от этого будет крайне мало. Ну а так по тяжелым. Можно хорошие контентовые сводочки давать. Единственное, только главное, чтобы их не сливали ваши тиммейты. Если еще тиммейты будет сливать, то, конечно, ничего хорошего из этого не получится. Так, проверим какую-нибудь сводочку такую вот интересную. Противничек прям едет в упорчик. Да, и вот здесь уже, как говорится, ну со средней дистанции. Со средней дистанции будет работать. С меньше, чем средней работать уже не будет. Этот замечательный скорпион. Можем даже проверить вот так. Дать сводочку, посмотреть, куда она залетит. Даже с тем раскладом. Ну в дом, короче, да. Ну средняя дистанция. Со средней работает. И выше средней, меньше средней дистанции. Уже это устройство не наносит урончик по оппоненту. Поэтому надо всегда с этим устройством стараться тянуть расстояние. И уже на дистанции наносить этот самый замечательный урончик по противничку. Поэтому как-то так. Здесь у нас противничек немножко выпушивает. Сводочку по викингу можно прям сразу давать. Вот у него еще нулевой урон. А сводка уже полетела по нему. По идее, когда прилетик будет, то у него уже нулевого урона, конечно же, не будет. А он просто под стенку сейвится. Еще такой вариантик тоже может быть. Противник у нас просто под стенку становится. И, к сожалению, я его не уничтожаю. Да, ну и вот вы видите, например, сравнение этого Скорпиона с граммом на вакуумные снаряды. У грамма на вакуумные снаряды уже 60 килов. У меня 35-ка. Ну, в принципе, вакуумка на то и вакуумка и есть. Которая работает супер жестко и супер эффективно уже на протяжении долгого периода времени. Поэтому здесь все, как по мне, закономерно. Опа, вот сейчас может быть неплохая темка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Работа, 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 работа. Да, какой-то прилетик получился. Ну, такой средненький, средненький прилетик. То есть зацепил зону типа, где он умер с мечом. И чуть-чуть противничек открылся под эту точку и получил дополнительный урон с плэшом. В принципе, если так отыгрывать на той же осаде, то я думаю, что можно постоянно несколько танков ловить в одном месте. И с плэшом наносить хорошее количество урона. Но вот сейчас еще раз так же само противники попались. Ну и пока у нас одна сводка залетает, уже следующая сводка на перезарядке. То есть вы добавляете постоянно эти сводки по 16 выстрелов. Ну и тут главное уже ловить противника вместе. Вот сейчас, например, одной сводкой я двоих слил. За счет того, что большое количество ракет и два противника стояло рядом на подборе меча. То есть главное это привыкнуть к этому устройству. Я думаю, что на дистанции его можно уже пробовать неплохо реализовывать. Если просто держать расстояние. Вот с кемпером, да, с кемпером, мне кажется, вот это прям идеальное устройство. С кемпером оно должно себя прям очень круто показать. И мне кажется, что мы сможем его с ним реализовать. Так, такую вот интересную Шареллу даем. Ботанчика. Сказалось, что там больше, если честно. И два. Так, на нас противник еще раздает овердрайва. Опа, у нас камбэк пошел. Я только сейчас заметил, что у нас счет уже 2-3. Я думал, что мы так и летим 0-3. Оказывается, тут наши тиммейты в борьбу вступили. Так, ну и пробуем что-то. Шареллу бы я сейчас бы засейвил. Было бы намного больше шансов на доставку. Наш тиммейт покатил куда-то вообще в другую сторону. Но по итогу 900 очков. Почти на тысяченку вышел. Почти на тысяченку вышел. Но это, конечно, устройство чисто радость. Радость всем тем игрокам, которые любят стоять на одном месте. Кто любит стоять на одном месте, те ребята с этим устройством будут прям жестко кайфовать. Да, они будут прям максимальное удовольствие получать от такого скорпиона, когда ты можешь просто стоять на большом расстоянии. И накидывать постоянно урончик по противнику. И желательно, конечно, все это делать именно с водочками. Так, ну и у нас 933 очка. Вот такое вот устройство. Пишите, что вы думаете по поводу него. Я побежал тестировать еще одно устройство, только то, которое... А, или я его не смогу затестировать. У меня же устройство выпало второе на бездонат. У меня же там скорпиона-то нету. Ну ладно, надо будет тогда со спецаккаунта просить и тестировать. Устройство, я думаю, сейчас копью как бахну красиво еще. Но, к сожалению, только если со спецаккаунта. Ну, затестируем, посмотрим. Обзорчик сделаем. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно, не забывайте про Маличный Тег Создателя Контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Маличный Тег это Тег Тимпо. Установите его. Поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкойнов. Все информации по розыгрыше есть в описании. И у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.